Праздник к нам приходит. До Нового года остается все меньше времени и работа на площадках для празднования Нового года идет полным ходом. Как собирается обустраивать места общего праздника, на какой стадии находится подготовка и когда они откроются, узнавал Алексей Гарнышев. В Сидоровском парке уже установлена новогодняя елка. Сейчас рабочие заняты над ее убранством. Рядом с ней соорудили горку для катания на ватрушках. Помимо гирлянт и освещения на столбах расположились четыре устройства для лазерной проекции, которые будут анимировать пространство площади. Два из них направлены на сцену и еще два на вход и танцплощадку. Здесь состоится самое первое открытие городской елки. Она засияет огнями уже в этот четверг. Тем временем на набережной Габдулы Тукая занимаются проверкой работы световой техники. В данный момент идет проверка и наладка новогодней иллюминации. Но она практически уже вся готова. Осталось проверить все, убедиться, что все будет нормально включаться. Набережная уже украшена стеклянными фигурами елок, а также светящимися контурами подарков, зверей и даже музыкальных инструментов. Горка для катания здесь соединяет пешеходную часть набережной и пляж. И летом она красиво выглядит, особенно к празднику, к Новому году. Это уже отлично. Это уже хорошо. Потому что и детям есть возможность погулять, и взрослым. До 19 декабря работы будут завершены и елка на набережной официально откроется. А вот площадь Назябе пока нравится далеко не всем. Раньше елка находилась на противоположной стороне проспекта. Там лучше, мне кажется. Почему? Не знаю, там же и лед был, все было, дети играли, а сюда через дорогу надо приходить. Мне кажется, елку украсить более современно. Живем в 21 веке. Ну, блин, загляните в интернет, обратитесь к декораторам. Сейчас здесь доделывают горку, а точнее ее борта, чтобы к 20 декабря каждый смог на ней прокатиться. А на площади Азатлык рабочие занимаются ее праздничным освещением. Для этого сюда привезли не один десяток светящихся украшений. Среди них и торшеры, которые должны придать площади домашний уют. Елка, которая встречает гостей площади Азатлык. И необычный трамвай уже радует прохожих переливами цвета и света. Но вот работы по возведению ледяного лабиринта и катка пока откладываются. Дело в том, что из-за плюсовой температуры они могут просто растаять. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Челны 24.